Ой, подай-ка мне, пожалуйста, помады и зеркало, я губы забыла накрасить, губы забыла накрасить, как же я буду перед своими подписчиками уродиной выглядеть, ассистент, ассистент, подай мне помаду, сейчас губени намалю ее, губеньки, губенечки. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Маша, и добро пожаловать на мой YouTube-канал. И сегодня у нас снова, снова я продолжаю рассказывать ваши истории, вы мне присылали свои истории в директ в Instagram, про свиданки, про нарциссов, про абьюзеров, про маньяков, кстати, вы у меня просили, но маньяков, так и не прислали, если есть истории про маньяков, присылайте, расскажу, вот, но сегодня у нас просто вопиющая, просто история, огонь, бомба, у вас будет отвал башки, когда вы услышите концовку этой истории про сегодняшнего нарцисса, вы просто охренеете, вот, ну и также не забуду упомянуть, что эта история будет моралью, то есть мы из этой истории обязательно что-то подчеркнем и научимся сегодня чему-то новому. Что ж, без долгих, без лишних предисловий, пожалуй, приступлю к истории. Это история подписчицы, буду рассказывать, вы не любите, вы мне уже много раз говорили, Маша не рассказывает первого лица, на себя накаркаешь, к себе там негатив привлечешь, так вот, да, спасибо, что меня предупредили, спасибо, что беспокоитесь, я не буду рассказывать от первого лица, буду рассказывать от лица автора. Прислала эту историю мне моя подписчица, допустим, ее зовут Даша, к примеру, вот, в общем, Даша познакомилась, это еще было, ну, может быть, около 20-15 лет назад, Даша уже взрослая женщина в данный период времени, она замужем, у нее есть ребенок, прекрасная семья, все у нее замечательно и прекрасно. В то время она была довольно-таки молода, глупа, юна, стройна и звонка, вот, и, в общем, приключилась с ней эта история еще до первого брака, до того, как она вышла замуж уже за своего мужа, она встречалась с парнем, познакомилась она с ним на всеми пресловутом известном сайте мамба, долго она с ним переписывалась, вот, где-то около месяца шла переписка, он был вежливый, деликатный, интеллигентный, в общем, месяц они с ним переписывались и решили встретиться. Он был старше нее и у него уже был за плечами брак, бывшая жена и двое маленьких детей, вот, в общем, встретились они с ним, он был очень галантный, оплатил ей такси, заплатил в кафе, в общем, все было красиво, все было замечательно. И, получается, он уже после первой же встречи, ну, ясное дело, что у девушки, у Даши, у нашей главной героини, закрался вопрос такой, мол, а что у тебя не сложилось-то, собственно, с бывшей женой? Он говорит, да вот моя бывшая жена очень любит деньги, она вся такая меркантильная, она все искала себе побогаче, побогаче мужика, в итоге нашла себе, говорит, какого-то старого, страшного, жирного урода-американца, говорит, и уехала к нему в Америку, типа, мол, ну, а наша главная героиня, Даша, спрашивает, мол, а дети где, детей с собой увезла, он такой, типа, начал говорить, нет, детей она бросила, дети ей не нужны, ну, в общем, выставлял свою бывшую жену в негативном свете, якобы ее интересуют только деньги, и она уехала за прекрасной жизнью за границу, к этому страшному, жирному, старому американцу. Вот, в общем, первый звоночек, девочки, ставим себе галочки, опирание и поливание глядом свою бывшую жену. Дальше что идет, в общем, ну, она была, Даша, была молода, глупа, она еще всего этого не понимала, она как бы, ну, подумала, ну, да, да, ну, как должен человек отзываться о бывшей жене, как бы это нормально, когда остались какие-то плохие эмоции, типа, ну, она не обратила на это внимания, ну, и продолжает она дальше с ним общаться, все поначалу было прекрасно, все было замечательно, он красиво ухаживал. Он был, к слову, очень богатым и очень обеспеченным мужчиной, у него, он работал, вот, у него был какой-то бизнес, связанный с мясом, вот, поставки мяса в Украину, вот, вот этот вот агрохолдинг, в общем, он там был каким-то директором, крупным таким лицом, в общем, влиятельным. Телевизора у него в квартире не было, у него было очень-очень-очень много книг и компьютер, то есть вообще у Даши складывалось впечатление, что вот он весь такой интеллигентный, читающий, там, книжный червь, весь такой, вот, знаете, вот, порядочный, интеллигентный, вот, и богатый ко всему, она думает, ого, нифига себе, вот принца себе отхватила. Принца, как бы, от которого жена сбежала, и двое детей, как бы, ну, тут, как бы, такие, да, звоночечки небольшие, на которые, главное, наша героиня не обратила внимания. Ну, в общем, дальше она общается, общается, а он снимал квартиру в Киеве. Снимал квартиру, ну, и она, и она, Даша жила тоже в Киеве, она ходила к нему в гости, и, в общем-то, жили они в Киеве. Главная часть истории разворачивалась в Киеве, а мать этого нашего нарцисса сегодняшнего жила в Днепропетровске, и часть бизнеса у него тоже была в Днепропетровске, вот, и дети, собственно, его дети жили с его мамой в Днепропетровске. И, значит, он ей говорит, поехали, говорит, в гости к моей маме, познакомили тебя с детьми, там, ля-ля-та-па-ля. Она говорит, ну, поехали, в общем, поехала она с ним в Днепропетровск, у него там жила сестра, мама, двое его детей, в общем, он привозит ее, знакомится с мамой, с детьми. Дети вообще очень хорошо ее восприняли, ну, и наша главная героиня Даша, она как бы тоже к детям расположена, детей она любит, и как бы быстро нашла она с ними общий язык, и, в общем, вообще, говорит, и с детьми подружилась, и все замечательно, и вот как бы живи, да радуйся, да? У нашего главного героя, у нарцисса, через пару дней намечается день рождения. В общем, организовали они вечеринку, пригласили гостей, накрыли стол, в общем, и тут был первый трэш. Нажирается наш нарцисс просто в хламину на дне рождения. Мать его очень сильно испугалась, давай сразу его друзей его просить, которые тоже там за столом сидели, говорит, идите его уложите спать, помогите. В общем, эти двое друзей его вот так вот под мышки взяли, под локти вот так вот повели, короче, в кровать его уложили, еле-еле уложили. Вот, а мать, судя по всему, пыталась как бы перед потенциальной невесткой вот как бы вот сгладить, вот чтобы вот, ну, не было заметно, что сыночек-то алкаш, сыночек-то алкаш, как бы это был первый, да, сигнал такой, первая такая сирена, лампочка мигающая, которая предупреждала о том, беги, беги, уноси ноги, да? Вот, ну, Даша списала все на то, что как бы была длинная дорога из Киева в Днепропетровск, что он устал, плюс еще долго за столом сидели, вот эти все разговоры, гости, застолье, вот он очень сильно устал, и то, что он так сильно нажрался, что упал мордой в салат, и просто, ну, как бы не мог вообще стоять на ногах, ну, просто в***нище. Она это оправдала тем, что он устал, в общем, ну да ладно. В общем, проходит вот эта вот дикая сумасшедшая пьянка в гостях у его матери, и через пару дней, через день, ну, неважно, они возвращаются обратно в Киев. Проходит какое-то время, вот, и он в один день приглашает ее к себе в гости. В общем, Даша наша стоит, ждет его, вот этого вот нарцисса возле дома, возле подъезда, стоит, ждет, 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 а его все нету и нету, а это зима, холодно на улице, опаздывает человек, но она говорит, я уже в тот период времени была так сильно в него влюблена, что как бы у меня крышу сносила, и она его ждет, ждет. Вот, все нету и нету, телефон недоступен, отключено, как быть, что делать, как бы, ну, не знаю, говорит. И тут она видит, идет, шатается, еле на ногах стоит, плетется, ноги заплетаются, и разговаривает вот так вот по телефону. Она говорит, а как он, Даша думает, а как он может по телефону разговаривать, если телефон у него отключен. Тут он подходит, а она смотрит, он разговаривает по телефону, задней крышки в телефоне нету, нету батареи, телефон отключен, и он идет и разговаривает с отключенным телефоном, с воображаемыми друзьями он разговаривает, понимаете. Она говорит, я еще до этого ни разу в жизни в своей не сталкивалась с белой горячкой, я не знала, что это такое, с чем это едят, и как вообще, ну, блин, что это? Человек разговаривает с воображаемым другом по отключенному телефону, но он приближается к подъезду, а там, получается, такие маленькие небольшие заборчики, которые огораживали, ну, газончики возле подъездов. Он идет, падает, перекидывается через эти заборчики, падает на эти клумбы, она его ловит, с земли поднимает, в общем, это был просто ужас, просто тихий ужас. Потом он побежал в соседний подъезд, свой подъезд он не распознал, что это его, убежал в соседний подъезд, забежал в подъезд, начал тарабаниться вообще в чужие квартиры, ломиться в чьи-то чужие квартиры, орать. Она говорит, я его еле успокоила, я его не могла успокоить, я его давай тащить в наш подъезд, а он сопротивляется. Еле-еле, говорит, я его затащила в наш подъезд, еле-еле с такими усилиями запихнула в квартиру. Он заходит в квартиру, начинает драться с какими-то воображаемыми врагами, ему что-то везде кажется, какой-то вообще абсурд. Даша говорит, мне так страшно стало, вот просто вот какая-то паника меня охватила, а вдруг он сейчас со мной начнет драться, я с ним не справлюсь, говорит, просто это был трэш, это белочка, белочка, а Даша молоденькая девочка, она вообще не представляла, что это такое, с чем его едят и как это может быть опасно. В общем, он продолжал ломиться куда-то из квартиры, хотел убежать. Даша забрала ключ, закрыла изнутри ключ, квартиру на ключ, спрятала вообще, выкинула ключ, чтобы он его не нашел, и лишь бы он остался в квартире, лег спать и больше никуда не пошел дальше продолжать куролесить. В общем, вот вы представляете, вот девочки, жизнь с алкашом? Это вечно в напряге, вечно ты ждешь какого-то взрыва, жизнь на пороховой бочке, вечно ты сдерживаешь его, вот чтобы вот лишь бы не напился, лишь бы не напился, то есть в вечном нервике ты пребываешь, а потом у тебя берутся онкологии, какие-то нервные тики, какие-то щитовидки и так далее и тому подобное. Все это, девочки, сказывается на нашей нервной системе. Не живите с алкоголиками, это просто вот бегите, бегите, бегите. И сегодняшняя история очень показательная. В общем, она еле-еле с горем пополам уложила его спать на утро, короче, она просыпается и говорит, все, я так больше не могу, я не могу с тобой встречаться, это поведение вообще ни в какие рамки не лезет, я не могу терпеть этот алкоголизм и все, короче. Она созвонилась еще перед этим со своей подругой, подруга ей говорит, ты что, говорит, уноси ноги, это ж неадекватно, это белая горячка, он тебя пришибить может в таком состоянии, уноси ноги. А у Даши в тот период времени был один ухажер, с которым она, ну не ухажер, переписка у нее была в интернете, был один парень из Европы. И вот он ее все звал, звал к себе в гости, познакомиться, пообщаться и, ну, жениться, короче, хотел. Вот, и, ну, она же все ему отказывала, отказывала, вроде бы с этим как бы встречается с нарциссом. И тут она просто уже, ну, психанула, так устала от этого алкоголизма, говорит, все, мы с тобой расстаемся, я больше тебя видеть не хочу. И чтобы развеяться, как-то успокоиться и вообще сменить картинку в этой жизни, она решается, Даша у нас очень рисковая барышня, кстати, очень смелая, это вот такой человек, который вот не боится кардинально менять свою жизнь. Вот надо ехать, значит она поедет, надо вот познать, вот, то есть вот смелый человек, вот я вот лично таким людям вот прям завидую, таким рисковым и решительным, которые вот не боятся вот, ну, менять свою жизнь к лучшему и рисковать. В общем, она рискует, она поехала к этому парню в Европу, а там тоже не сложилось вообще, там был полный трэш, свистопляска еще похлеще, чем с вот этим вот нарциссом киевлянином, и, короче, она две недели еле-еле с этим европейцем там протусила, в итоге еле от него вырвалась и вернулась обратно в Украину. В общем, она возвращается в Киев, а этот наш нарцисс ее вернулся обратно в Днепропетровск, там бизнес контролировать, у него же еще в Днепропетровске часть бизнеса. И вот он узнает, что она вернулась в Украину, и давай ее опять бомбить звонками, смс-ками, я тебя люблю, я так по тебе скучал, прости, 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 и начинается вот это вот сахарное шоу, начинается, я тебя люблю, я так по тебе скучал, я больше никогда не буду пить, я больше так не буду, и, в общем, ля-ля тополя, и он уговаривает ее приехать к нему в Днепропетровск. В общем, она опять бросает свой Киев, едет к этому снова нарциссу обратно в Днепропетровск, и опять у них закрутился их бурный роман, то есть, и плюс еще к тому, что на фоне вот этого вот европейца, с которым у нее был двухнедельный трэш, когда она вернулась к вот этому украинскому нарциссу, главному герою сегодняшней истории, она как бы увидела, что не такой уж он и плохой, то есть, там где-то бывает и похуже, но этого как бы можно еще и потерпеть. То есть, вы понимаете, девочки, вот это уже отметочка лично от меня, ну вот зачем, зачем из говна выбирать более-менее не говно, в смысле, зачем выбирать и то, и то зло, но ты выбираешь меньшее из зол, лишь бы не быть одной. Девочки, я вот не могу понять, зачем вы цепляетесь за абы каких мужиков, нарцисс, алкаш, психопат, там, лишь бы не быть одной, ну вы чего? То есть, вот наша главная героиня, она вот мне так и написала в этой истории, что после, на контрасте после того европейца, что он там с ней творил эти две недели, она когда вернулась к этому украинцу, к нашему, и она увидела, что он не такой уж и плохой, значит, можно с ним встречаться. В смысле? То есть, а ты уже забыла, как он в белой горячке чуть ли тебя не пришиб? Ты это уже забыла? Девочки, любите себя, цените себя, обожайте себя, вы в первую очередь у себя одни. В смысле? Мужик, это не самая главная цель в вашей жизни. Выйти замуж, это не самое великое достижение, которое может случиться с вами в этой жизни. Лучше быть одной, чем быть с кем попало. Блин, это банальная фраза до ужаса, но она истина, она как бы, это так и есть. Хватит цепляться уже за абрикакой, лишь бы не быть одной, ну девочки. Ну из видео в видео вам это повторяю, из трансляции в трансляцию я вам это гавкаю. И в итоге вот я получаю вот такие истории. Ладно, но эта история очень молодая была в тот период времени, это наша главная героиня, поэтому ей простительно. Но девочки, которые 25 и старше, 30, 27, 30, 32, 35, когда вы такую дичь творите, ну вы чего? Лишь бы не остаться одним? Когда, да, я согласна, мужчины, общество мужчин нам внушает, что типа, а, ну и живи с сорока кошками, что одна кошка у тебя есть, осталось еще 39 завести, да? Ха-ха-ха, ну и живи типа одна, не ебаная с сорока кошками. В смысле, а с чего ты взял, что, что мне обязательно нужен мужик? Да я лучше буду жить с сорока кошками, чем с психопатом, с алкашом, с наркоманом. Денег я себе заработаю. Да, как бы могу, работаю, да, зарабатываю и проживу. В чем проблема? Мама, что вы так цепляетесь за эти члены? Девочки, хватит, ругаться буду. Ладно, все. В общем, у них обратно завязались отношения, обратно, она же жила в Киеве постоянно, да? А он контролировал свой бизнес в Днепропетровске. И она начинает к нему ездить туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И она говорит, я ездила за свой счет, деньги он мне на билет не оплачивал. Он начал оправдывать это все тем, что у него с бизнесом проблемы, что напряженка, алименты на двоих детей, то-се, пятое-десятое. В общем, начал вешать ей лапшу на уши, как бы. Я не верю, что у него прям не было денег. А вы представляете, она уже в какой зависимости была от него, что она на все ничего, никаких звоночков не видела. Не видела, что человек алкаш, что аж до белочки. Не видит, что она уже за свой счет использует, а он на нее даже ни копеечкой потратиться не может. То есть, человек был ослеплен. В общем, и в один определенный день, когда она в очередной раз приехала к нему в Днепропетровск, он встречает ее пьяный. Опять, опять вот это вот еле на ногах стоит. Но она, короче, психует, уезжает обратно, они ругаются, уезжает она обратно в Киев. Он ей опять начинает звонить. Прости, прости, люблю, люблю, трамвай куплю. И он ей прям по телефону, дабы еще больше пустить пыль в глаза, проманипулировать и затянуть обратно в своей сети свою жертву, которая вот-вот ускользнет. Он ей, знаете, что говорит? Выходи за меня замуж. Вы поняли? Вы понимаете, какие это хитрые манипуляции? То есть, когда жертва уже соскакивает с крючка, и нарцисс это чувствует, он что делает? А выходи за меня замуж. Вы думаете, реально он хотел жениться? Он просто манипулировал. Он был очень тонкий, грамотный манипулятор. Трипал нервы, допивался до белой горячки, трипал нервы своими алкашками. Потом, когда она от него уходила, он, прости, люблю, трамвай куплю, не могу без тебя жить. Когда и это не действовало, он, а выходи за меня замуж. Вы понимаете? Девочки, слушайте эту историю внимательно. Очень показательно в том плане, как нарциссы манипулируют людьми. И ты этого даже не просечешь. Ты даже не догадаешься. Ты будешь думать, что тебя действительно любят, что это такая любовь неизбежная. А это просто манипуляция. Вот он ей предложил замуж. Она поверила, повелась. Они уже даже пошли свадебное платье выбирать. Она уже в облаках летала. То есть она уже строила себе совместную жизнь. Мечтала. Она говорит, я влюбилась в него, конечно, по уши. Плюс еще его друг просил у нее, типа, не бросай его, пожалуйста, не бросай. Он просто очень сильно переживает с бизнесом проблемы. Там чуть ли все не рушится. Вот, пожалуйста, ну войди ты в его положение. Ну пойми его. И он из-за вот этих вот стрессов, из-за бизнеса напивается. Ну не бросай его, пожалуйста. Вот, и она как бы поверила всему этому, доверилась. В итоге в один, в очередной раз он опять напился очень сильно, просто в хламину. И когда они лежали в постели, ну когда они уже легли спать, извиняюсь за такую деликатную подробность, он обоссался прямо в постель. Пьяный. Тут она говорит, просто мое терпение уже просто вот было на таком исходе, я уже как бы не могла ничего терпеть, контролировать. Уже просто вот уже сил не было, уже вот выжатая как лимон. И она говорит, все, нам надо расставаться, я больше это не намерена терпеть. И она бросает его и уезжает снова в Киев. Она оставляет его в Днепропетровске и уезжает в Киев. В общем, их разрыва вот этого вот хватило максимум на 4 месяца. 4 месяца она держалась, 4 месяца он там что-то пытался, там какие-то смс-ки, звонки. И опять 4 месяца проходит, он начинает опять бомбить ее любовью. Любимая моя красивая, прости, прости, люблю, люблю, вернись, вернись, и так далее, и тому подобное. И что вы думаете? Она опять его простила, опять она приехала к нему в Днепропетровск за свой счет. Вы понимаете, ездила к нему туда-сюда, как переезжая сваха. Ну, приехала она к нему, он был трезвый, с детьми, дети очень обрадовались. Дети, кстати, очень не хотели, чтобы они расставались, они очень полюбили Дашу, хотели, чтобы она жила с ними. И они вот прям так привязались. Она говорит, и я, если честно, к детям привязалась. Дети ж ни в чем не виноваты, хорошие дети. В общем, и вот они провели выходные, все было хорошо, замечательно. И она говорит, мне уже пора было уезжать обратно в Киев от него. И перед самим отъездом моим в Киев он мне говорит такую фразу, что он, оказывается, любит бывшую жену. Можете себе представить? Оказывается, он все это время любит бывшую жену. Ну, бухает он из-за этого, из-за этого у него срывы, стресс. И как бы ее, эту Дашу, он вообще не любит, а просто манипулировал он ею. И дает ей чисто как унизить до конца, растоптать вообще просто. Дает почитать книгу, которая называется «Путь дурака». Это очень важно, девочки. Погуглите на досуге, что это за книга. Я почитала отзывы об этой книге. Это книга, на основе которой были созданы секты. Эта книга была запрещена во многих странах, потому что там описаны такие манипулятивные действия, как манипулировать людьми, как поменять сознание, что, ну, чуть ли как, знаете, как все кругом ничтожества, а только ты один прав. То есть вот эта книга учила вот нарциссическое пособие. Я не знаю, можно так выразиться, да? То есть это очень стрёмная книга. Она на то время стоила больших денег, то есть около 100 долларов стоила эта книга. А на то время, начало двухтысячных, точно не помню, вот на то время эта книга стоила 100 долларов. То есть это бешеные деньги. Это было очень редким экземпляром. И на основе этой книги была создана секта в России. В этой секте, я вам даже сейчас скажу про эту секту, секта Ашрам Шамбалы, основанная автором книги, является запрещенной в некоторых странах, и последователи этого учения время от времени периодически привлекаются за мошенничество. Также известны случаи пропажи людей. В общем, обычная тоталитарная секта деструктивной направленности со всеми прелестями. А книга «Путь дурака» – путь, по которому вы должны прийти к истине. То есть это, короче, книга, обучающая манипуляциям, как манипулировать людьми, чтобы они тебе подчинялись, и чтобы, короче, унижать их, гнобить и так далее, и тому подобное. В общем, дал он ей почитать вот эту вот книгу. Она говорит, я открыла эту книгу и просто охренела. Там такие ужасы были описаны, такие страсти, что просто, ну, я просто осознала, что он вообще меня не любил, она говорит. И просто действовал по этой книге. И вот просто как вот пелена спала. Ну, просто такая обида была, такое бессилие, что просто жесть. Так оказалось всё по итогу, что оказывается, бывшая жена его бросила из-за проблем с алкоголем, а не потому, что она уехала к богатому, жирному, страшному американцу за деньги. Из-за алкоголизма она его бросила. Она не могла у него долгое время забрать детей, потому что он их не отдавал. И она хитростью, кстати, очень умная женщина. Она очень долго у него просила, просила, он не разрешал. Она хитростью ему сказала, что вот хочу детям Дисней показать, ну, вот детям Диснейленд. Дети не видели, ну, им же так хочется вот увидеть. И она выпросила у него, чтобы он подписал ей соглашение на вывоз детей за границу. Он подписал. И она просто втихаря, внезапно, моментально, никто не ожидал, ни он, ни его мать, ни его родственники, ни даже сами дети. Она быстро их одела, обула и увезла с концами из страны. То есть тут можно сделать вывод, что он тупо у нее забрал детей, не отдавал ей детей, не разрешал. И она, у нее не было другого выхода, как хитростью вывести детей. Я надеюсь, детям будет намного лучше с нормальной, с адекватной матерью, чем с алкашом, нарциссом, который бухает и ссыться в кровать. Извините за выражение. В общем, когда его бывшая жена увезла детей за границу, у него, видно, там были какие-то снитерки, разговоры, разборки. Когда она уехала с детьми, он опять приходит к нашей Даше, опять околачиваются у нее под подъездом, под окнами, люблю трамвай, куплю, но она, короче, нет, нет, не ведется и все. Ну, она ему полностью уже дала отворот-поворот и все, и они расстались, и больше у них ничего не было. И Даша начинает встречаться уже с другим парнем, у нее уже завязались другие отношения, но время от времени, понимаете, нарциссы, это такие деструктивные личности, которые разрушают нашу самооценку, которые вот унижают, вот этими унижениями, манипуляциями, вот просто растаптывают в хлам. И как ни крути, хочешь ты этого или не хочешь, все равно у тебя в душе остается травма, остается след, и ты эту травму будешь помнить. Тебе будет больно, тебе будет обидно, и ты будешь время от времени вспоминать этого нарцисса, то ли с какой-то обидой, то ли с какой-то вот, ну, с чувством несправедливости, в лучшем случае, конечно же, с безразличием. Вот наша главная героиня вспоминала своего нарцисса, она говорит, время от времени, я заходила на его соцсети, мне интересно, как он живет, женился он или не женился, вот, и где-то, говорит, примерно раз в два года, чисто женское любопытство, я нет, нет, да заходила, глядела на его соцсети. После, говорит, нашего с ним расставания, он нашел себе какую-то девушку с ребенком, женился на ней в скором времени, вот, по залету, он женился на ней по залету, когда она уже была на девятом месяце беременности, когда уже не слиняешь, когда уже деваться некуда, ему пришлось на ней жениться. У нее был ребенок от первого брака у этой девушки, и он на ней женился, и она уже родила ему второго. В общем, живут они, живут, и она, и наша Даша смотрела вот время от времени, наблюдала за его жизнью, наблюдала за его соцсетями и думала, долго ли он протянет, долго ли она будет терпеть его алкоголизм, долго ли эти выходки будут терпеть. Ну, неужели любая нормально, адекватно, уважающая себе женщина не будет терпеть такого алкаша, у которого белочка, который дерется с воображаемыми врагами, и который ссыться в постель. Да это ж неадекватно. Плюс, который еще так манипулирует, просто унижает, растаптывает в хлам твою самооценку, и она вот искренне удивлялась, что эту женщину, тем более с ребенком, держит рядом с этим нарциссом, алкашом. Как это так? Ну, как это так? Ну, к великому удивлению, Даши проходит еще несколько лет, и она ему рожает второго ребенка. То есть прошло уже девочке больше десяти лет, и эта женщина до сих пор с ним живет. До сих пор они в браке, и до сих пор у них счастливая семья, и получается, она родила ему двоих детей, у нее ребенок от первого, у них трое детей, живут счастливо, и припевающий, у него бизнес, у него завод по поставке мяса в Украину, как бы все прекрасно. Да, девочки? Вы действительно так думаете? Вы действительно думаете, что... Девочки, обращаюсь к тем, кто расстался со своими нарциссами, кто пребывает в жуткой обиде, в жуткой депрессии, с чувством несправедливости и с постоянными мыслями о том, что вот со мной он расстался, меня бросил, мне с ним было плохо, а там с ней ему будет хорошо, с ней он исправится, с ней у него будет счастливая семья, и будут они жить припеваючи. Вы действительно так думаете, девочки? Нет. Не будет ничего припеваючи, и не будет никакого счастья. И эта история показательна именно этим. У этого нашего нарцисса в соцсетях ВКонтакте была группа его бизнеса, то есть он вёл группу, посвящённую своему бизнесу, и он в этой группе был админом. И, допустим, он был подписан Пётр Петрович в этой группе, да, как бы это его имя, его отчество, его фамилия, Пётр Петрович Иванов, да, к примеру. И спустя несколько лет Даша лазила по этому контакту, зашла в его группу, ну, просто бабское любопытство, полистать, что там изменилось. И она смотрит, что админ этой группы поменялся на очень странное название. Не Пётр Иванов, а Тюльпан Тюльпанов, да? Тюльпан Тюльпанов. И она такая думает, что за странное название? Дай-ка нажму, посмотрю. Она нажала, и она видит, что он, вот этот вот её бывший нарцисс, эта группа Тюльпан Тюльпанов, эта страничка, этот аккаунт, посвящён поиску любовников его жене. То есть вот эта женщина, которая родила ему двух детей, он ищет ей любовников. И это направление, вот в извращенстве, называется hot wife. Можете себе представить? То есть она сохранила эти скриншоты. Эти скриншоты прикреплю где-нибудь вот здесь вот в видео вставлю. То есть эта страничка раньше принадлежала её бывшему парню, вот этому нарциссу, который был подписан Пётр Иванов, да? Потом он, видно, эту страницу переквалифицировал в поиск любовников для своей жены, поменял там имя, поменял там фотографии, и видно по пьяни, он забыл, что этот его аккаунт прикреплён к админам группе его бизнеса. Он, ну, в пьяном угаре, он этого даже и не осознал, что он спалился. То есть группа, где он ведёт бизнес по мясу ВКонтакте, админом этой группы является вот этот вот тюльпан тюльпанов, где в открытую фотографии его бывшей жены, в развратных позах, в трусах, где она сидит в раскараку, где она вся голая там, и в объявлении в этом написано «Мы любящая друг друга семейная пара, 15 лет вместе». Встречаемся в формате hotwife. Оба гетера. Познакомимся только с адекватным, умеющим строить диалог мужчина-гетера не ниже 170 сантиметров, член от 14 сантиметров. То есть вы представляете себе, девочки? Вот как держится их брак! Вот на чём держится их 15-летний брак! Я не раз повторяла, что там, где нарцисс, там днище, там грязь, там разврат, там аморальное поведение, там какие-то маргинальные общества, там какое-то блядство, проститутки, наркомания, алкоголизм, вот эта вот вся грязь, грязь, грязь. Нарциссы в этом живут, это их стихия. Вы понимаете, девочки? То есть наша главная героиня, Даша, она удивлялась. Что ж такое? Как она может жить с этим алкашом, с нарциссом, с манипулятором столько лет, ещё родить ему двух детей, и что, и милая идеальная семья? Неужели они там так счастливы? Вот как они счастливы! Он ищет своей жене любовников, чтобы они её чпохали, и он, а он на это смотрел. То есть вот, вот как живут нарциссы. А её это, судя по всему, устраивает, либо она сама по себе такая же, как и он, либо она просто жертва, и она идёт на это, чтобы, чтобы не потерять его. И она соглашается на вот эти все развратничества, на вот эту всю развратную жизнь, чтобы удержать его, и не потерять. И опять же, чтобы не быть одной, как вот это вот жертвенные женщины любят. Лишь бы не быть одной. Буду терпеть всё, лишь бы не быть одной. То есть вы представляете, тут женщина терпит, чтобы её е**али другие мужики на глазах у мужа. Вот на чём держится их брак. Вот, пожалуйста. Просто это я обращаюсь сейчас к тем девочкам, которые переживают и плачут от того, что они расстались с нарциссами, и думают, что с ними он поступал плохо, а там с той, с новой тёлкой, он будет добрым и хорошим, и у них будет счастливая семья. Вот такая семья будет, девочки. Вот такая. Но если не такая, как в сегодняшней истории, так он там будет бухать, или будет бить, или будет наркоманить, или будет, я не знаю, свингер-тусовки устраивать, или что угодно, но там будет грязь, там будет днище, там будет маргинальные какие-то друзья, компании, там будет какая-то блатхата. Вот что будет, понимаете? Чтобы вы не думали, девочки, что вы с ним расстались, потому что вы хорошие, вы адекватные, вы нормальные, вы не можете это терпеть, вы не можете позволять к себе такого отношения, и вы молодцы, вы молодцы, что нашли в себе силы, что ушли. И любить прежде всего себя надо. И смотрите вслед своему нарциссу и наслаждайтесь тем, в какой грязи он живет, в каком днище, как он опускается, потому что это его удел, это его судьба. Им так нравится. Вам там не место, вам не место в этой грязи, именно поэтому вы ушли. Вы умнички. И не надо по этой грязи страдать. Вы достойны лучшего. Да, еще хочу добавить, ну вот наша главная героиня, она увидела, что вот это вот, она ему, кстати, еще и написала, она сказала ему, типа, ты что, говорит, чем ты занимаешься, ты что, в смысле? Тебе нравится, когда твою жену на глазах у тебя? В смысле? Ну, ты типа, он такой, это не я, это, ну, ты что-то напутала, это вообще не моя страница, это не... Она говорит, ну как не твоя, это вот, ну, ты к своей группе, своего бизнеса прикреплен, как администратор, она говорит, вот фотографии, которые выложены вот в позу вот этой жены, там и боком, и раком, и прискоком, она говорит, я вижу, что это интерьер его квартиры, я вижу его обои, его диван, его там покрывало, как бы, я вижу, что это твоя квартира, плюс по фигуре видно, по волосам, вот скриншоты я прилагаю, тоже девочки, вот вы видели, по волосам, то есть можно узнать, там даже если нет лица, можно узнать, что это жена, в смысле, ты свою жену подкладываешь под других мужиков, и как бы, и ты этим наслаждаешься, вот так вот, девочки, он, в общем, это отрицал, отрицал, очень долго, типа, отнекивался, а потом взял и закрыл, закрыл свою страничку, чтобы она не была видна, ну, сделал свою страницу закрытой, вот так вот, так вот, мораль всей истории такова, что там, где нарциссы, там грязь, и то, что вы ушли и расстались с ними, это вам во благо, и не нужно об этом жалеть, нарцисс, нарциссу нравится жить в бутыре, в грязи, в наркомании, в алкоголизме, в проститутках, в шахах, вот во всем вот в этом, им это нравится, это их стихия, еще раз повторяю, но он, ну, не совсем дурак, не совсем, он же понимает, что это плохо, он-то сам понимает, что это как бы не очень хорошо, и для общества, для людей вокруг, надо выглядеть как бы, ну, более презентабельно, нас же главный герой, нарцисс, он же книжечки читал, интеллигентный, весь такой читающий, там, два высших образования, вот, ему для общества надо что? Ему для общества надо лицо, ему надо красивую, порядочную, умную, симпатичную девушку, чтобы хвастаться ею, как трофеем, то есть это будет хорошая, адекватная девушка в целом, с приличной семьи, ресурсная, чтобы ресурс от нее получать, чтобы вот, хвастаться, чтобы общество видело, что он нормальный, он нормальный, но в глубине души, ему с этой нормальной, скучного, как бы, ну, не его это, это не его, его это грязь, шхи, наркомания, проститутки, вот это вот, вот это вот все, фу, вот это его, но он же не может в этом жить постоянно, не может, он же сдохнет там, он-то это понимает, и общество, что подумает общество, поэтому ему нужно вот эта вот красивенькая Даша, Даша ему нужна, понимаете, но с Дашей у него не прокатило, Даша его бросила, потому что Даша цену себе знает, она молодец, она нашла в себе силы уйти от него, и он нашел себе ту маргиналку, которая согласна на вот это вот все, я даже могу сделать вывод, вот я раньше сказала, что она видна жертва, и она идет на то, чтобы его не потерять, но скорее всего, она такая же маргиналка, как и он сам, но для вида, для общества, она может предстать адекватной, да, хорошей, симпатичной, по фоточкам, по скриншотам, видели, фигурка, попочка, вроде ничего такая, да, вот, но в нужный момент, когда нарциссу надо вот этого вот всего грязи и разврата, она может ему предоставить эту грязь и разврат, в принципе, идеальная пара, идеальная пара, вот на чем держится их брак, вот, я надеюсь, я все по полочкам вам разложила, вам все понравилось, вам понравилась эта история, очень показательно и поучительно на самом деле, девчонки, которые страдают от разрыва с нарциссом, не страдайте, посмотрите, что вас могло бы ждать, вас ждет светлое будущее и прекрасная жизнь, если вы с ними расстались, нашли в себе силы их бросить, и все у вас будет супер, вот, посмотрите, так что вот, если вам понравилось это видео, ставьте, пожалуйста, лайки, если не понравилось, ставьте дизлайки, сейчас нарцы понатыкают мне дизлайков, подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube канал, если еще не подписались, пишите комментарии, и отзывы об этой истории обязательно, ну и, конечно же, всех люблю, всем пока!